Всем привет, с вами Priya. Сегодня скрываем сундучки. PvP за Монаха, PvE-шный сундучок за Монаха и PvE-шный сундучок за ДК. Надеемся на что-нибудь хорошее и реально классное. Начнем же. Лут, как всегда, на Хмелевара. Может быть что-нибудь полезненькое с PvP-сундука упадет. Что это? Наполнить предмет комплекту уже следующего гладиатора. Наполнить его больше силы. PvC уровень до 365. Ага, то есть 355-й обычный итем или 350-й, который мне там будет падать, я могу усилить до 365-го. Вот, так это классно на самом деле, то есть абсолютно любой таким образом. Можно сказать, сам выберу вещь, которая мне нужна в плане усиления. Неплохо. Идем дальше. Дальше у нас PvE-сундучок. Ух, сколько же надежд на него возложено. Я хочу пуху. Если упадет сейчас плащ или голова, то будет крайне грустно. А как прокликать? А, вот. Жмем. Ну, давай, накастуйся что-нибудь мощное. Ступни. Хастверса. Бискрита. Окей, окей. Пускай они будут. Ладно. Ну, это плюс. Все равно. Хоть небольшой, но все же. Так, обязательно нужно наложить трансмог. И обязательно нужно сдать квестики фронта. Потому что скоро уже взносы кончатся, по-моему, да? 75%. World Boss у нас в текущей неделе это Luzurentos. Вот. А в тот момент, когда 100% взносов будет сделано, то Альянсу откроется фронт. Завершив фронт, ну, выиграв его успешно, а проиграть, я думаю, его в принципе невозможно, можно будет получить 370-ю вещицу. Идем на ДК. Быть может на него что-то прям такое классное, упомрачительное упадет, что заставит меня содрогнуться. Посмотрим, посмотрим. Все-таки ДК это персонаж, который не особо прям так сильно одевается. Ну, типа на нем кроется десяточка раз в неделю, проходится хм, нормал, рейд. Да и все. Пухи нет, триньки есть, зато, что еще? Дежтерии, колечек там не очень-то прям классно надропало. Посмотрим сейчас в итоге. Что уж мечтать, если можно вскрывать. Ой. Что я немножко не рассчитал. Неплохо там людям в чатике дропают. Хотя я не думаю, что это с сундука. А хотя может и с сундука. Ну да ладно. Смотрим на ДК. На ДК я закрыл 11 ключик, поэтому мне дадут 10 сейчас. Ничего себе! Вот это да. Талдогор. Текущие модификаторы это кишащие, сотрясающие и укрепленные. Укрепленные это усиленные абсолютно все мопцы по хп дамагу. Кишащие это увеличенное количество моглов. А сотрясающие это создание void zone рядом с вами, которые наполняются и которые через 3 секунды взрываются. Нужно стопнуть каст, если вы играете за какого-либо кастера или хила, чтобы на вас не повернулась ни мота. Ну и к тому же придется что еще сделать? А, ну отойти от союзников, чтобы их не продамагать этим кругом. Для более простого отслеживания этого модификатора есть викаура. В одном из ютубовских видосиков я очень давно еще рассматривал эту викауру. Так что можете ее оттуда скопировать, она до сих пор работает и спокойно можете ей пользоваться. Но тринкет классный, да. То есть прок хосты для ДК это реально классно. В тот самый момент, когда для ДК я лутанул вещь, более сильно апнувшую моего персонажа, чем на монаха. То есть дропнуть тринкет, к тому же реально самый полезный, это достойно. Еженедельное событие сегодня и всю текущую неделю это пет батлы. То есть ничего, я думаю, полезного мы с этого не можем выводить. Скорее всего, да. Ну да, только камушек, который апнет нас до 25 левела конкретно нашего питомца. Да. Ну что ж, на этой неделе также будут мифи плюсы, на этой неделе будет пвп, надеюсь, на выходных, если мы найдем какого-нибудь хорошего хила для пвп. Более подробно о планах моих пвп расписано в дискорде, именно в пвпшном канале. Ну и в отдельно снятом видосике. Помимо вскрытия сундуков, я люблю вскрывать и всякие другие вещи. В общем, чекайте YouTube, чекайте ВК-группу, Instagram, Discord, все такое прочее. И будьте в курсе событий. Берегите ноги. До скорого.